О порванных презервативах, о поздних родах, современных методах контрацепции, о климаксе и гинекологии для совсем молодых девчонок. Сегодня задаем важные, нескромные и, конечно, глупые вопросы, но как же без этого? Гость нашего большого интервью Алексей Михайлович Полстяной, заведующий гинекологическим отделением Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБ России, кандидат наук, врач-акушер-гинеколог высшей категории. Алексей Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте. Вопросы вам мы собирали, если честно, всем миром, но сначала хочется спросить у вас. Есть же еще наверняка такие пациентки, которые в очень уже осознанном возрасте приходят к гинекологу впервые и которые раньше до этого не обследовались. Бывает такое сейчас? Знаете, да. Такое периодически бывает и на моих консультативных приемах. К счастью, это бывает не очень часто, но тем не менее, бывают те, кто в 35 лет впервые посещает врача-акушер-гинеколога. А что говорят? Чем объясняют? Мы на самом деле вопросы, скажем так, такие не задаем, а почему же вы не приходили раньше? Ну, я все-таки это объясняю, наверное, каким-то страхом, чувством неловкости. То есть, ну, как бы тема-то на самом деле достаточно интимная. Поэтому, наверное, не каждый способен это обсуждать даже с доктором. Наверное, повезло, если мама или взрослая родственница в свое время взяла девочку, привела впервые к гинекологу и привила или научила к тому, что нужно периодически, хотя бы иногда, приходить на осмотр. А если вот нет такого человека, который приводит, как это происходит? Может быть, даже еще в педиатрии, вот в детской поликлинике начинают смотреть девочку, кто должен вести такого пациента? Ну, вы знаете, наверное, говорить, что повезло, тут, наверное, не следует. Это, наверное, мне кажется, долг любого родителя, у кого есть дочь, как-то заниматься здоровьем своего ребенка, это обязательно. Но вообще, вот у нас в государстве система работает довольно неплохо. Существуют детские гинекологи, и первый, так сказать, контакт девочки с гинекологом происходит еще в школе, на медицинских осмотрах еще школьных. Поэтому, даже если родители не уделяют должного внимания ребенку, тем не менее, система о нем как-то позаботится. Я сейчас вспомнила, как к нам в школу приходили чуть ли не промоутеры, в том числе приносили прокладки, показывали, как это все там работает. Вот в том числе такое информирование идет. Ну, такая работа очень важна, то есть понятно, что дети воспринимают это достаточно весело, это достаточно хихоньки-хахоньки. Но, тем не менее, показать ребенку и рассказать, что есть вообще такой аспект жизни, аспект здоровья, как вот средства личной гигиены, какие-то средства контрацепции, чтобы ребенок хотя бы просто имел представление. Это очень важно. И можно вот сразу к нашим неловким вопросам, которые мы собирали, да, ежедневные прокладки, правда ли, что носить их каждый день, ну, исходя из названия, вредно и нельзя? Ну, на самом деле нет. Вот что касается ежедневных прокладок, они, собственно, и созданы для того, чтобы пользоваться ими ежедневно. Поэтому никакого вреда здоровью они не приносят. Здесь, наверное, немножко есть такое мнение, оно обосновано, что пользоваться, например, тампонами, да, на постоянной основе, ну, вот, наверное, не очень хорошо и может как-то вредить здоровью. Ну, здесь, конечно, вред очень такой относительный, но тем не менее. А вот ежедневные прокладки нет, здоровью никак не вредят. Просто в интернете кто-то пишет, что вот, там ничего не дышит, это все синтетика может быть какая-то. Все, мы поняли, можно пользоваться и будем тогда. Вопросы контрацепции. А какие сейчас современные есть методы женской именно контрацепции? Ну, то есть, если мы сейчас говорим о современной качественной женской контрацепции, мы на первом месте по эффективности и безопасности, это, конечно, у нас являются оральные комбинированные, оральные контрацептивы, то есть, те самые противозачаточные таблетки, те самые гормональные таблетки. Этот метод, он наиболее эффективен, у него самый высокий индекс перля, есть такое понятие, это как раз является оценкой степени защиты, да, то есть, он там наиболее высокий, составляет 97,7%, то есть, из 100 женщин, кто постоянно пользуется этим методом, только 3 человека вот забеременеют в течение определенного срока. И эти вот, те случаи как раз относятся не насчет надежности самих препаратов, а насчет нарушения методики их приема, то есть, это забытые таблетки, не выпитые вовремя, либо выпитые неправильно, вот это может привести к нежелательной беременности, даже на фоне приема этих препаратов. Но эти случаи крайне редки, то есть, тут, если женщина дисциплинированная, у нее есть чувство ответственности, она вовремя все делает по предписанию доктора, то нежелательная беременность не исучится. Вот был такой вопрос, а зрители, правда ли, что на 100% защищает? Оказывается, не защищает, если нарушать именно график приема. Совершенно верно, то есть, на 100%, как известно, защищает только один метод, он существует, он абсолютно бесплатный, это воздержание. То есть, вот этот метод защищает, действительно, когда не забеременеешь. В следующем нашем эфире обязательно поговорим про воздержание, сегодня, наоборот, у нас антивоздерживающаяся тема. Поэтому, а таблетки, да, имеют все-таки определенные правила приема. А как же презерватив? Все же надеются обычно на это, и в рекламе нам сколько десятилетий, да? Ну, последнее точно. Ну, презерватив, на самом деле, это вещь достаточно важная, достаточно нужная, и о нем забывать тоже не стоит. То есть, эффективность там, конечно же, ниже, потому что презервативы, да, могут разрываться, могут слетать, то есть, с ними что-то может происходить. Однако, например, даже женщинам, которые принимают оральные контрацептивы, но у которых нет постоянного полу-партнера, то есть, женщины не замужем, у нее там партнеры могут меняться, то тогда рекомендуется применять так называемый двойной голландский метод. Это когда женщина принимает противозачаточные препараты и пользуется презервативами, потому что таблетки не защищают от инфекции, передающихся половым путем. Единственный способ контрацепции, который защищает от всяких инфекций, это как раз презервативы. То есть, у них есть вот такое вот незаменимое качество. Вопрос безопасности такой. Да, совершенно верно. Хорошо. То есть, на первом месте все-таки таблетки контрацептивы, потом уже презервативы. По эффективности, да. Хорошо. Как все-таки идет подбор контрацепций? Если мы пришли к специалисту, то что, нужно сдавать анализы? Или просто могут назначить какой-то гормональный? Ну вот, смотрите. То есть, как и любой препарат, как и любая таблетка, у противозачаточных таблеток могут быть побочные действия. Есть противопоказания вообще для их применения. А вот для того, чтобы выявить возможные противопоказания, конечно же, необходимо подбирать препараты у специалиста, ну, врача-кушерогинеколога. И для этого, да, сдаются анализы. Анализов сдаются не очень много. То есть, это не какой-то обширный список, который потребует длительного времени для того, чтобы сдать. Это банальные анализы. Ну, то есть, такие, как, например, биохимический анализ крови. Мы оцениваем функцию печени. Развернутый анализ крови. Кровь на свертуемость. Мы смотрим, нет ли склонности к тромбообразованию. Также женщина делает УЗИ гинекологические и УЗИ молочных желез. Это вот самый такой минимум, да. Например, сдавать кровь на гормоны, на уровень гормонов, не требуется. Потому что эти препараты, они не влияют, скажем так, как-то глобально на выработку гормонов и прочее. Поэтому это сдавать не требуется. Но ведь есть и много таких женщин, которые самостоятельно сами себе прописывают контрацептивы, да, приходят в аптеку, покупают. Да, много таких. Ну, такая практика существует. Чаще всего все, конечно, заканчивается хорошо. Потому что, как я сказал, препараты все-таки эти безопасные достаточно, да. Но, к сожалению, бывают случаи, если у женщины есть какое-то заболевание печени. Вот, в частности, гепатит вирусный, которым, к сожалению, некоторые пациенты страдают. Это может приводить к очень плачевным последствиям. Развиваться могут тяжелые осложнения. Поэтому так все-таки лучше не поступать. Есть миф, что если долго пьешь таблетки, ну или вообще принимаешь, да, вот эти противозачаточные, то потом не можешь или сложно забеременеть. Расскажите об этом. Ну, это на самом деле совершеннейший миф. Эти препараты, они негативно не влияют на вероятность зачатия и беременности вообще никак. То есть такого негативного эффекта нет. Более того, прием оральных контрацептивов сам по себе позволяет, ну, скажем так, экономить качественные яйцеклетки. То есть, как мы знаем, у женщин, да, то есть из школьных уроков биологии в яичниках содержится определенное количество яйцеклеток. Их там не сотни тысяч, их достаточно ограниченное количество, и хватает их на тот самый репродуктивный период, который заканчивается в 45-55 лет, вот, на этот период. Но биологически происходит таким образом, что самые здоровые яйцеклетки зреют самыми первыми. То есть, почему вот говорят, что оптимально рожать где-то от 20 до 25 лет. Это вот самый благоприятный возраст для деторождения, потому что в этом периоде зреют самые здоровые яйцеклетки. Но когда женщина принимает оральные контрацептивы, у нее как раз не происходит созревание яйцеклеток. Это вот механизм их действия. И тем самым вот эти здоровые яйцеклетки как бы консервируются и не тратятся. Они немножко откладываются на потом. Понятно, что это не прям уж так совсем абсолютно можно до бесконечности продлять свой репродуктивный период, но насколько-то можно. Поэтому это миф. Более того, еще есть такой эффект, так называемый ребаунд эффект, что после, вот, женщина принимала оральные контрацептивы, она их отменила. Вероятность беременности первые 2-3 цикла, вот после отмены, она будет выше, потому что будет зреть несколько больше яйцеклета, как бы в ответ на то, что яичники снова начали работать. А вот у меня был как раз вопрос. Когда заканчиваешь, например, пить таблетки, то через сколько можно начинать? Оказывается, сразу можно... В следующем цикле, да, конечно. Как-то нечестно. Хорошо. Похудеть или потолстеть на таблетках можно? Значит, нет, нельзя. Эти препараты, то есть, да, они гормональные, но не все гормоны одинаково полезны, как говорится. То есть в оральных контрацептивах содержатся исключительно аналоги женских половых гормонов, эстрогенов и гистогенов. Такое у них название. Эти препараты не обладают анаболическим эффектом, то есть эффектом набора массы. Это не те стероиды, которые вот колят себе некоторые спортсмены для того, чтобы набирать мышечную массу. Поэтому в плане набора, вот как люди... Есть тоже такой миф, что вот буду пить таблетки, меня разнесет, да? Образно говоря, нет, это неправда. То есть если происходит набор веса, он происходит по несколько иным причинам, но не от прямого действия этих препаратов. Похудеть? Ну, немножко можно. Некоторые препараты из оральных контрацептивов, не буду сейчас называть торговые названия, так бы это не выглядело рекламой, они способствуют выведению избыточной жидкости из организма. То есть, ну вот, как такая, легкий эффект сушки определенная. Да, там можно килограмм сбросить, например. Ну, несущественно. Ну да. Не стоит на это рассчитать. На это нет. Закругляя тему контрацепции, вот такие способы, как подкожный имплант, экстренная контрацепция и гормональный пластырь. Можете вкратце вот описать, что это, как это работает? Да, безусловно. Значит, гормональный пластырь – это аналог оральных контрацептивов, просто способ доставки препарата иной – это клеится пластырь обычно один на неделю, три пластыря на цикл, получается, потом недельный перерыв, потом женщина дальше клеит. Он также эффективен? Да, он эффективен точно так же, но есть нюансы. То есть, в некоторых случаях описано, что пластырь может отпадать. То есть, вот если человек поехал на море, купается в море, по идее, вроде пластырь рассчитан и на такие нагрузки, но, опять же, случаи бывали всякие, поэтому, ну, такой. Значит, подкожный имплант – это не совсем аналог комбинированных оральных контрацептивов, там немножко другой состав, но эффективность его высокая, этот препарат надежен. Единственный его такой, ну, скажем, это и плюс, и минус, то, что его поставил один раз, и дальше вот он действует обычно три года, период выделения препарата. Для того, чтобы его убрать, требуется небольшое хирургическое вмешательство, то есть его надо удалить из-под кожи. Останется шрамиком, может, небольшой. Да, да, да. И про экстренную контрацепцию. Значит, экстренная контрацепция – это метод именно экстренной контрацепции, то есть это не должно быть ежедневным, повседневным событием. Это когда вот случилась авария, скажем так, порвался презерватив, или что-то другое произошло, и требуется профилактировать ту самую нежелательную беременность. В этом случае это применять нужно. Ну, то есть я рекомендую телезрителям, телезрительницам залезть в интернет и вообще почитать, что это такое, как этим пользоваться, дабы иметь этот способ в голове. Там нужно, по-моему, в ближайшие сутки или это сделать? В течение 24 часов, принять препараты разные, там немножко по разным схемам, ну вот, в общем, ознакомиться с этим. Другой вопрос, что применять часто это действительно нельзя, потому что это прием очень высоких доз гормонов. Там содержание гормонов значительно выше, чем в обычных стандартных таблетках. То есть такой удар. Да, это ударная доза, абсолютно верно. Ну и вопрос от зрителей, что делать, если порвался презерватив? Ну, в этом случае… Ну, ты можешь сказать, снимать штаны и бегать. Ну, да, но на самом деле, то есть, вот это как раз тот самый случай, когда желательно применять экстренную контрацепцию. Других эффективных, надежных способов, дабы избежать нежелательной беременности, ну вот нет. То есть, ну, даже какого-то другого совета и не будет. Все остальное – это такие шансы, пронесет, не пронесет. Вопросов по контрацепции вообще очень много нам пришло, но мы все не успеем просто в эфире их обсудить. Вот, поэтому приходите к специалистам, спрашивайте. Давайте плавно к теме старородящих женщин, может быть, перейдем. Вот хочу правильно сформулировать и подать мысль. Вот все мои знакомые и даже вот наши родители, так получилось, что их, наши бабушки и дедушки, родили в очень раннем возрасте. Это 17, 18, может быть, 19 лет. Это как раз был период до контрацептивов вот этой эпохи. Сейчас другая абсолютно картина. То есть контрацепция с демографией сыграла, можно сказать, злую шутку? Как вы считаете, ваше мнение? Вы знаете, я здесь немножко не соглашусь насчет того, что контрацепция негативно повлияла на демографию. Тут скорее вина не контрацепции, а на самом деле это изменился образ жизни наш с вами. Наши приоритеты, наши цели. Если, скажем, 50 лет назад в моде была классическая семья, где вот мужчина работает, женщина сидит дома, воспитывает детей, ну как-то вот больше вот это, то сейчас у нас женщины, скажем так, полностью уравнены в правах с мужчинами, работают наравне, строят карьеру и чего-то хотят добиться в жизни. Также получают образование, также учатся в университете. И это как раз и растягивает вот тот, оттягивает тот момент, когда женщина говорит, да, я готова планировать семью, планировать беременность, рожать детей. Потому что роды, они требуют определенного времени. Новорожденный ребенок тоже потребует времени, внимания и продолжать карьеру. Это стресс, да, конечно. Полноценно будет просто невозможно. Скажите, а вот такое понятие, как по-простому говорят, по залету, да? Многие же беременели тогда как раз, потому что были молодые, не думали там об этом. Ну, а сейчас, видимо, контрацептивы помогают справляться с этим в том числе. Ну, на самом деле, да. Ну, хотелось бы, скажем так, обратить внимание нашего населения на этот вопрос. Вообще, уровень знаний, скажем так, нашего обывателя, он пока, честно говоря, недостаточный. То есть, если сравнивать с той же Европой, да, например, 90-х годов, мы пока только приближаемся где-то к осведомленности населения. Поэтому, да, вот эти нежелательные беременности, это плохо. То есть, это, скажем так, путь к абортам. Аборты – это вещь иногда необходимая, но это крайне неполезно для женского организма. Поэтому только самообразование определенное или обращение к специалистам за какой-то консультацией по вот этим вопросам, она позволяет нормально планировать семью, планировать беременность, дабы не было вот этих моментов. Пару лет назад у нас был проект в новостях Прима про старородящих, опять же, женщин. Такое слово, конечно, «Часики-то тикают» назывался. И мы там снимали героинь, которые рассказывали, почему им 35+, они не хотят, пока они собираются. Вот у вас много пациенток 35+, которые планируют беременность? Вы знаете, я вам скажу даже больше. Сейчас стало довольно много пациенток, которых 40+, и они приходят и планируют беременность. У них не было в жизни беременности. Они вот мечтают, они пришли к этому, что вот сейчас они бы хотели родить ребеночка, как-то создать семью, или они вот создали семью, нашли спутника жизни, и теперь вот логичное продолжение. Плохо это или хорошо? Я не могу сказать, что это не плохо, не хорошо. С медицинской точки зрения, конечно, забеременеть, родить 40+, 35+, сложнее, чем в 20+. Это безусловно. Мы с вами природу обмануть, к сожалению, пока еще обманывать не научились. Как бы далеко не шагнули наши технологии, все равно оптимальный возраст для деторождения, это, конечно, 20-25 лет. Однако мы с вами все социальные существа и живем по условиям социума и какие-то условности. Поэтому ничего такого уж сильно страшного в планировании беременности позже нет. Единственное, что хотелось бы посоветовать нашим зрителям, это если вы, конечно, пока рожать не собираетесь, но где-то в отдаленном будущем, не исключайте этой возможности, необходимо следить за своим здоровьем уже сейчас, потому что беда всегда заключается в чем? Женщина в 40 лет приходит и говорит, я хотела бы родить. Мы начинаем обследовать пациентку, а там оказывается целый букет нелеченных, не выявленных ранее заболеваний, которые часто требуют хирургического лечения. И дальше начинается гонка со временем. Потому что делать операцию нужно, необходимо, но опять же после операции организм должен восстанавливаться, органы должны зажить, дабы функционировать. А иногда на это требуются даже не недели, иногда это годы. Поэтому мой совет всем телезрительницам регулярно посещать доктора и заниматься профилактической медициной. Это намного эффективнее, чем лечить болезни. Включать голову. Это обязательно. Чтобы не гнаться за временем потом. В вашей практике есть женщины, может быть, 60+, которые забеременели. Рожать же и в 70, и в 80. То есть это аномалия, скорее, и исключение? Это исключение. С правилами мы здесь, конечно, не говорим о каких-то физиологических моментах. То есть вот мужчина в 83 года может стать отцом. В моей практике такой отец, так сказать, существовал. Он действительно, вот, ну, жена у него была молодая достаточно, да? Ну, вот как-то так они друг друга нашли. Женщина в 60-е, в 70-е лет теоретически может родить, и практически. Сегодня медицина совершила довольно такой большой рывок в этом направлении. Ну, вот, например, наши коллеги иностранные занимаются даже вот пересадками матки. Довольно эффективно. В России этого пока нет, но тем не менее, то есть технологии существуют всякие разные. И возможность родить детей здесь, наверное, больше зависит от определенных финансовых возможностей пациента. То есть насколько он готов вложиться в свое здоровье, в эти технологии, дабы получить такую очень долгожданную беременность. Но лучше все-таки, лучше рожать детей в репродуктивном периоде, который длится у нас от 18, и где-то, ну, самый вот верх – это 55 лет. Ну, 55, конечно, уже поздновато, лучше все-таки успевать до 40 лет. Вы сказали 45 в начале. 45-55 – это период наступления физиологической менопаузы, то есть когда функция яичников совсем угасает, то есть это вот самый-самый-самый край. Вероятность там забеременеть, она составляет считанные доли процента. Ну, я говорю про естественную беременность. Вот как раз об этом наши следующие вопросы, про возрастные изменения. Климакс как явление. Скажите, что происходит с женским организмом, и какие тут могут быть опасности? Значит, климакс, менопауза, да, это абсолютно физиологическое состояние, то есть это как бы не болезнь, да, с одной стороны, это вот логичное продолжение жизни. Однако, то есть в чем, почему он происходит? Он происходит из-за того, что в яичниках истощается запас тех самых яйцеклеток. Они кончаются, вместе с ними кончаются там специальные вспомогательные клетки, которые выделяют гормоны, то есть вот женские половые гормоны. И менопауза, это по сути, она случается, когда происходит дефицит гормонов. То есть по типу, как сахарный диабет случается от дефицита инсулина, так вот менопауза случается от дефицита женских половых гормонов. Опасности для здоровья, да, это несет. То есть вот знаете, как бывает, вот женщина молодая-молодая, красивая-красивая-красивая, а потом вдруг раз, наступила менопауза, и тут вдруг она начинает вот прогрессивно дряхлеть, то есть вдруг кожа какая-то стала не та, с волосами, чахнуть, да. И это не просто потому, что вот старость подкралась, да, а потому что не хватает гормонов. И здесь мы подходим плавно к очень такому важному аспекту, что, во-первых, к менопаузе нужно готовиться, то есть несколько заранее начинать профилактику, да, этого дела. В том числе прием оральных контрацептивов является одной из мер профилактики именно климактерических проблем. А второй момент – это своевременный переход на менопаузальную гормональную терапию. То есть эту функцию организма нам надо замещать. Медицина сейчас добилась успехов, и мы можем замещать утраченные функции организма. То есть это дополнительные препараты нужно принимать? Да, это дополнительно извне пациент получает гормоны, и тем самым нормализуется функция всего организма. Потому что половые гормоны участвуют не только в процессе размножения, да, и дед рождения, а половые гормоны регулируют работу сердечно-сосудистой системы, потому что часто с менопаузой манифестирует гипертоническая болезнь. Друг раз, и начинает почему-то скакать давление. У пациенток может начинать страдать зрение, то есть оно… Также половые гормоны участвуют… А, есть еще такое явление, как остеопороз. Наверное, про него все слышали. И вот перелом шейки бедра у пожилых женщин – это проблема такая, ну, тоже широко известная, это очень такое тяжелое состояние, которое корректируется только потом с помощью тяжелых хирургических вмешательств. Это происходит из-за того, что кальций не усваивается в костях, потому что нету половых гормонов, которые участвуют в этом процессе. Также когнитивные функции, то есть наш с вами интеллект, он тоже регулируется половыми гормонами. То есть вот старческая слабоумие, которая развивается, оно тоже развивается не просто вот потому что старость и дряхлость, а потому что есть еще вот эти моменты. А можно как инсулин вот эти женские гормоны вкалывать просто постоянно? Их даже вкалывать не нужно, они есть в обычной табликированной форме. Доктор-гинеколог может их подобрать. Если раньше, например, менопаузальную гормональную терапию назначали, вначале на три года, потом решили, что можно на пять лет, то сейчас есть схемы лечения, которые можно назначать вплоть до пожизненно. И человек живет, то есть да, понятно, мы своим время не обманем, старость, она все равно когда-нибудь наступит. Но старость бывает разная. Бывает дряхлость, и вот пациент прикованный к койке, он страдает, мучается и не живет, а вот доживает. А есть пожилые люди, кто путешествует, интересуется чем-то и сохраняет интерес к жизни. Наверное, вот второй вариант более предпочтителен, и надо стремиться именно к нему. У нас буквально немного времени остается. Вот правда, что еще в связи с этим тогда в женских консультациях, когда делают, например, операции на яичниках, удаляют кисту и прочее, пытаются всегда сохранить именно яичники, потому что если удалить, говорят, женщина начнет стареть. Это правда? Да, у молодых женщин, естественно, я возглавляю отделение, мы занимаемся как раз хирургической помощью, и понятно, что у молодых женщин мы стремимся провести исключительно орган сохраняющей операции, то есть иссечь только измененные ткани, оставив нормальные. То есть если нет речи о каком-то подозрении на злокачественные процессы или что-то подобное, то, конечно, это только орган сохраняющий объем. Ну и климакс, это все-таки, вы уже сказали, что это не приговор. Нет. В общем, нужно к нему готовиться, и ничего страшного, цвести и дальше. Конечно. Спасибо вам огромное за беседу, вы были первым гостем в наших больших интервью в вечернем канале «Прима». В гостях у нас, напомню, был Алексей Полстяной, заведующий гинекологическим отделением Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА. Спасибо еще раз. Хорошего вам вечера. Это был вечерний канал «Прима». Смотрите нас.